Итак, друзья, продолжаем эфир. Бизнес-класс, так называются эти два часа жизни с пяти до семи ежедневно. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев и сейчас у нас в эфире Сухой Остаток. Сухой Остаток программы, которая посвящена обсуждению ситуации на финансовых рынках. Собственно, в этот час мы с вами смотрим, что происходит на основных финансовых площадках, мировых и российских в частности. Ну и, соответственно, рассуждаем о прошлом, о настоящем и о будущем, что тоже очень важно. Тему мы назвали так, что ситуация в российской экономике, несмотря на высокую цену на нефть, тем не менее, все-таки под вопросом несколько не определена. Вот об этом мы сегодня поговорим. Ну, с призмой, да, так сказать, в призме как раз взгляда на сырьевые рынки. В гостях сегодня Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. Вот, и присоединился к нам еще один гость, сейчас он придет в себя, и я его представлю. Уважаемые слушатели, пока этого не произошло, значит, вам напоминалочка 6510996, код Москвы495, телефон прямого эфира студии. И, соответственно, адрес компании finam.fm. Звоните, пишите, задавайте свои вопросы. А наш второй гость, это Федор Наумов, управляющий партнер. И, Федя, если можно, сам скажи, как это по-русски звучит. PFL Advisors, это звучит по-русски. Пишу, ладно, Адвайзер. Здравствуйте. Добрый вечер. Володь, добрый вечер. Добрый, добрый. Ну что ж, 18.04 в Москве, и давайте традиционно начнем с того, что я нарисую картину маслом, что называется, а точнее мы посмотрим, что на это время происходит на основных мировых финансовых рынках. Ну, наверное, стоит начать с того, что вчера Доу Джонс, да, барабанная дробь, обновил исторический хай. СНП-500, близок к нему, как никогда. Вчера, по крайней мере, годовые максимумы он обновил. То есть, американцы, и вот это такая парадоксальная, но тем не менее основная идея, несмотря ни на что, прежде всего, в собственной же американской экономике, идут вверх, идут вверх, растут. О как. Видимо, поэтому, да, все остальные тоже сегодня достаточно оптимистично смотрят в будущее. Ну, в частности, японцы сегодня отторговались, Nikkei 225-й прибавил на азиатской сессии 2 с лишним процента. Вот. Шанхай композит продолжает, да, отскок после недавнего падения, и почти процент тоже в плюсе. Значит, что будет с американцами, через полчаса мы узнаем. Но фьючерс, тем не менее, продолжает расти на S&P 500-й, полпроцента прибавляет. Ну, и индикаторы отечественного рынка выглядят следующим образом. Ну, оба зеленые, во-первых, RTS 0,7% в плюсе, 1535 в моменте, и 0,7% ММВБ в плюсе, 1496 в моменте. В общем, все радостно, ну, если как минимум глядеть на котировки. Что происходит на сырьевых рынках и рынке Forex? Нефть марки Brent, ну, достаточно уверенно, 110, чуть выше 110 за бочку. Золото продолжает там как-то непонятно себя вести, но, по крайней мере, если смотреть на графики больших рынных таймфреймов, больших рынных приютов, то оно уверенно держится вокруг там, над уровнем 1560. Значит, евро-доллар выше 1,30. Наверное, это сейчас самое главное для него, удержится, не удержится. Кстати, завтра много всяких событий, ну, завтра и в пятницу, да, прежде всего. Мы о них сегодня, кстати, упомянем, я думаю. И посмотрим, как он там удержится, этот самый евро-доллар. Доллар и иена, ну, стоит высоко, учитывая то, что, да, и японский индекс отрос, и известные события в Японии происходят. Стоит высоко, выше 93. Основной набор головы книжек сегодня, тем не менее, разнонаправлен все-таки, надо признать. Лидерами роста отмечу я Северсталь обычку, НЛМК обычку, и по проценту прибавляют МТС, и почти, да, почти 2% Сбербанк. Вот, тем не менее, есть ребята хуже рынка торгующиеся, вот Ростелеком, например, больше процента потерял сегодня. Ну, Газпром, наверное, стоит его отметить, он скромно, но минус 0,1%, но в минусе, тем не менее. Вот такова картина маслом, и, друзья мои, давайте начнем, давайте в целом, Володя, в целом. Как ты оцениваешь в целом макроэкономическую ситуацию, в целом, что происходит? Понимаешь, всегда, когда мы начинаем этот разговор, подожди, начинаем этот разговор, мы говорим, каковы тенденции, да, ну, тенденции, это уверенный какой-то взгляд в одну сторону, понимаешь? Вот сейчас можно говорить вообще о каких-то тенденциях, издеваются просто над нами? В смысле, в российской экономике? Нет, в целом мы говорим, в целом о финансовых рынках, да. Ну, собственно говоря, так, комментариев, интересно начать, как раз, вот, максимум, да, там, по Dow Jones, у нас, кстати, Nasdaq тоже очень неплохо сейчас смотрится, да, и там, реально, он, конечно, не обновил ХАИ, но... У меня графика нет, но, в принципе, да. Ну, там, да, там выше он только был, когда там был этот пузырь доткомов, в общем, после этого он там так высоко уже не поднимался, как сейчас. Ну, да, Dow Jones, конечно, тоже интересный индекс, там, конечно, по одной акции, в общем, он очень странный, конечно, формируется, но, ладно, оставим это в стороне. Здесь, в общем, любопытный момент, я смотрел как раз на эти моменты сегодня, вот, если посмотреть по России, по американскому рынку, да, то там, в общем, тот рост котировок, которые были, да, он, это не пузырь. Это действительно так и есть. Не пузырь. Не пузырь. Это не то, что сейчас они активно КУЕ-3 и активно, значит... Смотри, там, может быть, конечно, КУЕ-3 оказал поддержку рынку, но там есть один очень важный фактор, связанный с тем, что, если мы вспомним, как отчитывались компании американские последние годы, отчитывались они постоянно хорошо, несмотря ни на какие там вот эти все пертурбации, да, в экономике, тем не менее, компании продолжали генерировать прибыль, продолжали, соответственно, радовать акционеров дивидендами. Если сейчас посмотреть там динамику, грубо говоря, такого показателя, банально, P на E, да, то, в принципе, сейчас для S&P и для там, он, в общем, находится на вполне нормальном уровне, то есть, ну, на исторических там, примерно, средних, то есть, даже чуть ниже, я бы сказал. То есть, есть еще запас, да, запас, задел. Ну, нет, тут вопрос, конечно, не в том, что куда там задел, не задел, да, там, кого задел. Здесь вопрос в том, что у этого роста есть достаточно правильное обоснование. Именно фундаментально. Да, компания увеличивает прибыль, зарабатывает больше денег, соответственно, они стоят дороже. Все. В принципе, нечто по еврозоне, конечно, такого сказать, ну, опять же, да, там, смотри, как оценивать, да, ну, вот по евростокс, если смотреть по, как бы, 12 месяцев, как бы, ну, по трейл, да, что называется, вот там, в общем-то, как-то такого не наблюдается. То есть, даже с учетом того, что еврозона, она находится, отстает от американского рынка, в общем, там ситуация несколько хуже в этом плане. А, ну, собственно, деревню Гадюкина смыва называется, если говорить про российский рынок. Ну, правда, считаю, для индекса ММВБ, конечно, ПНЕ это не совсем корректно, потому что там у нас в нашем министерстве газовой промышленности там участвует. Вот, потому что для нефтегазовых компаний в целом-то ПНЕ это не совсем корректно. Ну, то есть, грубо говоря, он везде, он истареет, как бы, он ниже, чем в среднем по рынку. Поэтому здесь, конечно, не совсем корректно, но, тем не менее, да, то есть ПНЕ, он до российского рынка сейчас в два раза ниже, чем был до кризиса. И теперь, Володя, извини, пожалуйста. И теперь, собственно, возвращаемся к экономике, да, то есть, собственно... Вот вопрос-то, да, какой? Есть какая-то тенденция, в общем, мировая такая уже, что все растут, все хорошо, наоборот, все падают? То есть, если мы посмотрим на американский рынок, да, вообще на американский показатель макро-статистики и так далее, в принципе, они выглядят очень-очень неплохо. Да, вот банально, да, безработица. Несмотря на пресловутые проблемы вот эти вот фискального, секвестра там и прочее. Кстати, по поводу секвестра, в общем, забавное, секвестр прошел, в общем, на данных на рынке никак не сказалось. Вообще просто, я... Ведь мы, как, мы, да, сидели и ждали, боже мой, сейчас, подождите, какой сегодня, 27-й, ой, мама, 28-й, ой, все, зав 1 марта, все, сейчас что-то... И ничего вообще, вообще ничего. Прямо как 21-го декабря. Это же ужас какой. Фед, Володь, прерву тебя, Федор, вот здесь, может, тот же вопрос, я тебе задам. Ну, на самом деле, немножко настораживает то, что в прошлом году была очень похожая история. Помните, пару лет назад Пимка много говорил и продолжает говорить про новую нормальность, что акции, мол, больше не растут. Если посмотреть на американские акции, то никакой новой нормальности не случилось. В прошлом году они потрясающе себя проявили. В общем, на достаточно фиговом фоне за пределами штатов. Мы, несмотря на американский рост, как и российские, мы чувствуем себя плохенько. Плохенько, естественно. И этот год очень похож поначалу на то, что было в прошлом. Опять американские акции хороши. Действительно понятно, почему хороши, да, там QE не QE. Там есть история растущих прибылей. При этом только ленивый не сказал, что эти прибыли растут, главным образом, из-за косткатинга, да, который американские компании вовсю проводят, а не из-за роста выручки и роста экономики. И что якобы там за пределами больших и средних кэпов, там вот когда опускаетесь в непубличный сектор, там якобы все плохо. Но никто этого, конечно, не хочет, на это внимание обращать никто не хочет. Но, наверное, есть еще третий фактор, который лежит в поле. И все уверены, что американские политики, в конечном счете, все равно договорятся. Вот этого нет, этой уверенности про Европу уже давно. Про Америку она по-прежнему есть. И более того, все, в общем-то, понимают, что даже те проблемы там бюджетного дефицита, которые вовсю сейчас обсуждаются, на самом деле станут действительно критическими на неком длинном горизонте. И всем понятно, что нужно решить эту долгосрочную проблему. И как только разговор перестает свестись о том, а давайте как можно быстрее закатим любые расходы, чтобы лишь будет этот дефицит сейчас, и чуть-чуть подумать, а что будет послезавтра в связи с этими пенсионными и медицинскими обязательствами, рынок как бы сразу начинает думать, ну, значит, все, разумные люди, все не так плохо. И, в общем, вот эти три фактора в ФРС. И, кстати, ФРС в своей риторике стал, наверное, даже более интересен для рынка, чем был до этого. Он как-то стал осторожно намекать на то, что, может быть, в какой-то момент мы отключим. То есть он стал более реальным. То есть он стал более реальным. Последние выступления, я вот именно так. И это все вместе, как бы, оно складывается в действительно неплохую картинку для американских акций. ФРС вроде все разумно говорит, власти все равно рано и поздно договорятся, прибыли компании растут. Ну, почему бы там Доу Джонсу, да, который вообще состоит из одних... Флагманов. Флагманов, где, ну, только одна компания в себя подвела индекс, да, это он, Делл. Все остальные, там, и, как ни странно, Эксон Мобилл, наверное, он потому как бы так бледно смотрится на общем фоне, потому что он не провалился глубоко в восьмой год, да, и поэтому его там рост с тех уровней не кажется каким-то фантастическим. То есть Штаты, они как в этом году снова начинают все лучше, чем другие, и, в общем, видимо, могут продолжать лучше, чем другие. И даже не вопрос, наверное, Пи на И, потому что в этом странном мире нулевых ставок сама суть Пи на И тоже какая-то стала стертой, да. Ну, в конце концов, действительно, по России, там, пятерка Пи на И, ну, кажется, ну, что может быть дешевле, да, ну, почему-то никто не рвется, бежать, опять же, да, из нефтяных стоков. То есть в этом случае пинка, опять же вспомнить, да, этого. Почему бы не купить тогда, собственно, те самые нефтяные стоки, которые, там, еще дешевле, чем рынок в среднем? Ну, почему-то никто не торопится. И в этом есть вообще вот... Это, наверное, самое интересное наблюдение, что нет инфлоус в рынок. Все это замечают, все видят. И это притом выражается уже не только в деньгах, это и в людях, да, даже люди стали рынок покидать, стали чем-то другим заниматься. Это вообще на самом деле тревожная картинка. И, кстати, вот этот рост сейчас в Америке, он как раз сопровождается первыми за какой-то очень длительный срок, как-то, с притоками взаимные фонды. То есть вот только деньги как-то пришли в рынок после, в общем-то, неплохого роста Америки в прошлом году. Но это, я думаю, что это все равно какой-то выброс, да, очень большая есть история некого разочарования, что ли. И не хотят люди глобально вносить деньги в эту историю. И более того, еще мозги из нее уходят. Принципиальное отношение к рынку все-таки, наверное, можно сказать, поменялось. Ну, не хочется в этот странный разговор сваливаться, да, потому что он какой-то очень такой неконкретный получается. Но, похоже, что да. Хорошо, в этот разговор сваливаться не будем. Сейчас слушаем новости на Финам.ФМ, потом другой разговор. Итак, друзья, продолжим. Продолжим наш эфир, наш разговор. В эфире Финам.ФМ.Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев, а в гостях сегодня Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал, и Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Вот, выговорил. Ну, и продолжаем слушать текущую ситуацию на финансовых рынках. О России поговорим, конечно же, в большей, наверное, степени. Если позволите, я хотел бы сейчас вот какую тему с вами обсудить. Сегодня печальные новости. Средство массовой информации прошло, я не хотел никаких оценок давать, но скончался господин Чавес. Как минимум, это событие для всего мира. Это событие. Значит, собственно, с нашей точки зрения, с точки зрения рассуждения о ценах на финансовых рынках, наверное, логично было бы привязать это или связать это в какой-то степени с ожиданиями изменения цен на нефть. Вот логично это, Володь, на твой взгляд, или нет? Как ты считаешь? Да я не думаю, что здесь как-то будет какое-то влияние на цену на нефть. Да, хотя Венесуал все-таки крупный, да, крупный, соответственно, игрок на этом рынке. Но с учетом, как бы так, экономического положения в этой стране, я бы, в общем, не думал, что у них как бы есть какие-то серьезные рычаги влияния. Да, потому что им нужно, нужен приток валюты от продажи нефти. Да, нужен, соответственно. И пусть они там ругают США, да, США их основной покупатель – это же нефть. То есть, как бы, вот я здесь каких-то изменений не жду, да, надо, конечно, будет смотреть по поводу того, как приживется, ну, соответственно, преемник. Да, да, вот изменения политики, да, изменения экономики. Понятно, понятно, что авторитарный режим, есть авторитарный режим, да, и, соответственно, если, ну, скажем так, ему удастся удержать власть, там, как-то заменить собой почившего команданта, то, в общем… Ничего и не изменится. Я думаю, что да, каких-то принципиальных не будет. Но, как бы, риск такой нестабильности регион, он, конечно, сохраняется. Вот, вот. И, как обычно мы говорим, да, понятно, что, может быть, ничего и не произойдет, но рынок, он обычно, да, жив ожиданиями, и в этом случае, естественно. Федор, как ты думаешь? Я так понимаю, вопрос про каналы влияния на нас с этого события, да? Ну, давай так, да. Ну, если в политику не погружаться, не чувствую себя экспертом там в политике России в Латинской Америке, но много раз слышал от разных людей, что облигации Венесуэлы и венесуэльской нефтяной компании очень популярны среди фэмили-офисов русских олигархов. Такая понятная всем история, всегда из-за того, что это некая ось зла с высокой доходностью. Интересно, что с бандами их происходило. Не успел, честно, посмотреть. Вот, наверное, это вот самый главный, самый чувствительный канал влияния на финансовый мир. Ну, там с бандами пока ничего не произошло, да. Ну, в общем, собственно говоря, мы... Ну, как минимум, с ценами на нефть ничего не произошло, если уж опять говорить о том, что в моменте, да, это должно каким-то образом выплеснуться. Я думаю, что все равно должно быть какое-то время, чтобы пришло понимание того, что это за новый человек, да, собственно, какой-нибудь подход и что от него ждать. Поэтому, вот пока, я думаю, каких-то резких движений никто делать не будет, потому что все-таки кругодержатель достаточно специфический. Да. И, в общем, спекулировать как-то, значит, гнать волну здесь никто, наверное, не будет. Ну, и слава богу. Ясно, кто держатель. Да, естественно. Из-за этого комментария. Никому не выгодно, конечно. Хорошо, хорошо. Значит, эту тему мы с вами обсудили, будем считать. Давайте вернемся ближе к Европу. И в преддверии того, что я проанонсирую, да, для слушателей, завтра два важных события для Европы. Значит, заседание Банка Европейского ЕЦБ по полупроцентной ставке, заседание Банка Англии, который, собственно, тоже сейчас... Ну, которая, да, Англия или экономика Великобритании сейчас не лучшая времена переживает. Ну, я, опять, с точки зрения валютного рынка это дело рассматриваю. Вот. Я хотел бы, так сказать, эту тему с вами обсудить. Ну, во-первых, какие ожидания? ЕЦБ мы берем. Ожидания. Вот я читаю где-то там какие-то предположения. 0,75. Сейчас ставка снизит на 0,25, не снизит на 0,25. Есть для этого оснований, может быть, их нет. Как считаешь, Володь? А смысл он мне двигать сейчас? Нету. Мне кажется, вот каких-то оснований серьезных сейчас нет. Ну, дорогой евро, например, это не основание? Хотя, может, сейчас он не такой дорогой. Ну, слушайте, значит, если они снизят ставку, то евро это не сильно поможет, на самом деле. С евро там другая история. Там же, если посмотреть на торговый баланс еврозоны и вообще насчет текущих операций, то, в общем-то, он у них достаточно хорошо выпрямился за последние годы. И там, ну, реально у укрепления евро есть фундаментальные основания. Это практически улучшение показателей торгового баланса. Понятно, плюс добавим некоторые улучшения, там, ну, то, что в конце прошлого года там решили эти проблемы, там, с кем-то, с Испанией, там, с Грецией, да. Ну, вот вам, пожалуйста, да, то есть есть фундаментальные основания, есть повод, пожалуйста, укрепляемся. Да, понятно, что это не очень приятно сказывать на экономиках еврозоны, да, но здесь нужно понимать, как бы, что является экзогенной, что недогенной переменной. Вот, и курс евро в условиях, ну, скажем, такого плавающего курса, да, я не думаю, что ЕЦБ начнет таргетировать курс евро к доллару. Я надеюсь, что до этого не дойдет, хотя мы знаем некий европейский же банк, да, который это сделал. То просто, на самом деле, это нужно просто фактически, да, взять как некую эндогенную перемену и учитывая, просто понимая, да, что при улучшении ситуации евро будет укрепляться. То есть независимо от того, да, что вот мы можем, спекуляции какие-то, да, это нужно просто учитывать в расчетах, это все. Ты как смотришь на это? Я тоже не думаю, что есть какой-то смысл двигать ставку и тоже очень сомневаюсь, что движение ставки могут в среднесрочной перспективе какое-то влияние на евро оказать, да. И самое главное, что я не очень, если честно, верю в то, что сам курс евро оказывает влияние на экспорт и на импорт, скорее наоборот. История экспорт и импорт отказывает влияние на курс, потому что, ну, правда, кто из нас, там, если он хочет и может купить Мерседес, откажется от него в честь движения курса, очень сомневаюсь. Да, наверное, он должен быть таким драматическим, и за ним должно сорваться что-то такое. Ты имеешь в виду о курсе говори, да, о курсе говори, да, чтобы это повлияло на это желание или нежелание, вот. И думаю, что контракты, как правило, экспортеров, они не заключаются на споте, так, чтобы каждый день их переоценивать. Скорее, это какие-то более сложные и длинные истории, поэтому не думаю, что, правда, курс как-то может существенно повлиять. Я понял, хорошо, а другая история сейчас актуальная для Европы, это выборы в Италии и разговоры вокруг этого. Оно каким-то образом можно повлиять? Ну, я предполагаю, ваш ответ. Нет, в Италии там интересная ситуация, это вопрос, как обычно, как-то, где хвост, где собака, да, называется. Кто чем, как это, машет, да, чем пиляет. Ну, тут, на самом деле, не только хвост, собака, ну, тут, оказывается, три стороны. На самом деле, есть еврозона, есть правительство страны, есть еще население, избиратели, да. И вот, собственно, хвост, наверное, который влияет всем остальным, это искр населения. Вот собака, понятно, кто, ну, понятно, кто правительство. Значит, на самом деле, очень прикольно, и такая новость интересная была недавно, что, как там, Оли Рен, по-моему, да, вот еврокомиссар по экономике, если не ошибаюсь, заявил, что нам все-таки надо пересмотреть, наверное, подход к дедлайнам по, там, установлению, там, дефицитов бюджетов, каких-то, там, приведений в нормальный, ну, там, к 100 гектарах, там, там, 3% у них, что ли, идет, дескать, из-за, вот, возражений избирателей. Ну, на самом деле, здесь логика очень простая. Да, все замечательно, договорились, договорились правительство, договорились с еврозоной, с МВФ, да, что все сокращаем, получаем кредиты, все замечательно. Выборы приходят на власть, которые говорят, нет, ребята. Да, вполне. Сори. Кстати, и то, что, как сейчас, да, эти выборы, ну, не закончились они еще, да, фактически? Как они прошли, это во многом, вот, фактически, это тот самый риск, который, в общем-то, в нем, он озвучивался, на самом деле, да, но о нем просто немножко подзабыли все-таки, да, потому что, да, понятно, что ньюсмейкеры у нас одни, да, но все-таки, к счастью или к сожалению, да, там, страны имеют демократическую форму правления, и те меры, которые предпринимают эти правительства, они крайне популярны. То есть, здесь все-таки, для таких вот антикризисных мер, все-таки, горизонт планирования должен быть не до следующих выборов, не на один год. И, к сожалению, вот, в случае, вот, скажем так, частых выборов, это, в общем, дело не работает. Ну, потому что каждый раз под выборы, да, это все под выборы делается, да, с прицелом на следующие выборы, да, естественно. Ну, собственно, да, то есть, фактически история повторяется в такая же, как и с Грецией, да, то есть, там то же самое было, помните? Да, да, в прошлом году буквально. Ну, вот, один в один, ну, может, немножко более жесткой формы, потому что в Италии, все-таки, ситуация несколько получше, на мой взгляд. Но вот то, что избиратели, да, в итоге не дадут нормально провести меры сокращения дефицитов бюджетов, это вот... Ну, вот они уже и не дают, по сути, да, выбираем. Поэтому, в общем, говорить о том, что все, там, в еврозоне все разрешилось, это как-то неправильно. Федя, что ты по поводу выборов думаешь? Да, то же самое. То же самое, да? По-моему, это очень предсказуемая история, мы ее видели во всех странах Европы, наверное, уже в некоторых по много раз. Это действительно ровно так и есть. Ну, то есть, вот, если говорить опять о влиянии на рынки, о влиянии на нашу жизнь, на кратко-среднесрочную перспективу, это все не особенно, да, я так понимаю? Ну, как сказать, то есть, если мы говорим про еврозону, как некий источник таких проблем, да, и, возможно, дефолтов и так далее, это просто означает, что эта вот болячка, она быстро не рассосется. Ну, риск, риск событий всегда, то есть, ты всегда смотришь и ждешь, и не знаешь, а на какое из этих событий рынок захочет отреагировать как бы жестко, да, вот никогда не знаешь. В этом и беда вообще всего текущего как бы процесса инвестирования в том, что ты всегда ждешь вот некое это политическое событие, не знаешь, какой рынок интерпретируют. И это, естественно, в котировках сидит. Интересно, что в американских котировках это сидит меньше всего. Вот, я даже видел, кстати, если честно, видел даже какие-то уже такие серьезные научные исследования, там, как всегда, с горой формул о том, как вот этот вот риск политической uncertainty, как он дисконтируется в цены, как он на них влияет, и там прям такие графики, которые все красиво подтверждают. Ну, то есть, похоже, что это тот случай, когда академическая наука близка к тому, как это люди на деле чувствуют. Серьезно? Да, так что... То есть, конечно, в итоге мы можем прийти, да, дожить, точнее, до времени, когда вот есть готовая формула, и можем оценить все, что происходит. Если останется только политические решения, то эта формула нам будет отлично помогать, то есть мы будем сидеть и ждать очередного политического решения. Да, поставляем формулу и говорим. Но, слава богу, есть не только политические решения, есть еще и какие-то сутевые вещи. Вот, в нашем окружении. Ну, это, опять-таки, если ты говоришь об этом, как слава богу, это в контексте того, что не все однозначно опять будет, да? Даже если формула будет... Это, наверное, как раз наоборот, что вот этот вот... Я вот как раз про эту неоднозначность политических решений говорю, что мы никогда не знаем, что они завтра под давлением избирателей... Я понял. ...или под ожидаемым давлением избирателей решат, и как на это рынок отреагирует. И ведь вы же помните, что были там какие-то такие странные оговорки, например, что... Оговорки о том, а кто будет, например, первым получать в случае дефолта, там, ЕЦБ или не ЕЦБ, инвесторы или не инвесторы, фонд или не фонд. И они бросают их как бы в поле и не считают, что они на что-то повлияют. Оказывается, что куча инвесторов вот именно эта фраза и интересовала во всем этом объявлении. Только возможность. И услышав ее, как бы люди сразу реагируют так, как мы видели много раз. Поэтому вот в этом как бы и сидит риск, что мы никогда не знаем, как они поступят, и никогда не знаем, что они попутно скажут. И, соответственно, часто даже не знаем, как коллеги, сидящие рядом, на это отреагируют. То есть вот эти три таких неопределенности, они друг и другу налагаются. И, конечно, когда вы в таких обстоятельствах инвестируете, вы всегда за это берете дисконт некий. Вы не будете увеличивать позиции бездумно, потому что все время у вас в голове сидит, что вот может это произойти. Конечно, вы на это делаете дисконт. То есть в этом случае нынешний риск гораздо более... Он часто лежит не в поле, какая прибыль вышла у компании или как экономика растет. Лежит в поле вот этих решений, которые часто по политическим мотивам принимаются. Хорошо, значит, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем. Продолжаем эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Продолжаем разговор о текущей ситуации на мировых площадках. Ну и на самом деле сейчас будем смотреть на любимую, на нашу родную отечественную биржу. Московскую, как она сейчас называется. Московскую биржу, ну и на отечественную экономику в целом. Я напомню прежде всего, в гостях сегодня у меня Владимир Брагин, директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики, управляющий компанией Альфа Капитал. И Федор Наумов, управляющий партнер PFL Advisors. Ну что ж, Володь, тебе и карты в руки. Давай начнем. Что с Россией? Хороший вопрос. Не, ну на самом деле очень забавные, то есть, ну два момента, да. Первый, конечно, те данные, которые выходят, да. И второй момент, конечно, реакция правительства на это все. И как это вот так подается, скажем так, в толком населения, да. Потому что Лепыч выступал, что что-то у нас как-то слишком быстро все замедляется, да. То есть, постоянные такие... Неожиданно, наверное, для него, да, это все замедляется. Очень забавный был репорт же, ну как забавно, то есть, на этом, после всего, вот так, смотря назад, да, вот оно сейчас выглядит несколько забавно. Потом ЦБ, да, по поводу там как раз за четвертый квартал того года о том, как они видят там, соответственно, экономику, да, какие направления там денежно-кредитные политики там рассматривают и так далее. Ну такой, на самом деле, любопытный был отчетик у них. Проблема была в том, что они там, скажешь, ну как, экономика близка к потенциальному уровню, да. То есть, это означает, что как бы, ну, никакого стимулирования не требуется, все замечательно. Растет и растет. Растет, да. Ну да, там сейчас в нынешних условиях там 3-4 процента. Как может. Да, это нормальный уровень, нею норму, как говорится, да. В общем, не надо ничего там разогревать. Ага. Вот. И тут начинается 12, ой, 13-й год, да, и тут выходят данные по инвестициям, по промпроизводству. И, в общем-то, как-то все выглядит, ну, уже иначе немножко, да. То есть, у нас не потенциал. То есть, вроде бы, да, там, цены на нефть высокие. Дефицит бюджета мы не сокращаем, да, что важно. То есть, у нас нет, как бы, таких, что называют austerity measures, да, что называется по еврозоне. Денежно-кредитная политика в целом, ну, я бы не сказал, что она жесткая, да, потому что, в принципе, если, ну, как бы, по тем данным, которые у меня, и там, я знаю, в общем-то, такого вот голода кредитного сейчас в экономике нет, да, потому что ЦБ все-таки, в принципе, достаточно активно может и рефинансировать там все это, и, в общем-то, проблем с этим нет. Реальные ставки, ну, то есть, с учетом инфляции, да, в общем-то, находятся на достаточно комфортных уровнях, но не растем. Вот, и тут, в общем, забавно, да, потому что, значит, есть вариант какие. То есть, либо ЦБ снизить ставки, да, там, ну, про там безумные проекты, про то, что государство там должно взять там сейчас все национализировать и, там, значит, инвестировать, я уже молчу, и вот здесь, как бы, очень любопытно, что же все-таки в итоге предпринято правительство. Потому что, я так понимаю, что спрос сейчас на то, что, как бы, вот вопрос, что делать, да, чтобы такое сделать, чтобы все снова заросло, он очень-очень высокий. Ну, и, собственно, если посмотреть по сторонам, я так понимаю, ответа на этот вопрос и нет, да, ни у там, ни у там, ни у там. Я думаю, что проблема нашей экономики в том, что все-таки мы, у нас нет проблемы, действительно, как раз провала по, вот здесь СЦБ согласен, то, что по потенциалу мы примерно, говорит, на этом уровне находимся, да, то есть, мы не можем, там, не знаю, за счет, взять и ускорить за счет более мягкой денежно-кредитной политики, да, там, потому что у нас нет, там, сейчас, таких серьезных проблем. Мы не можем ускорить за счет роста расходов бюджета. Опять же, да, ну, как бы, окей, да, можно развивать оборонку, но это не трансформируется в наших условиях, там, в рост инвестиций, там, технологии и всего остального. А заниматься проблемами, связанными с, в частности, там, что называется, так называемая, институциональная реформа, да, то есть, то, что называется, там, такие структурные реформы и так далее, пока как-то вот руки не доходят, либо не хотят. Вот, поэтому я думаю, что, в общем, это объясняет, почему российский рынок не любит, потому что, в общем, да, есть, конечно, идеи отдельные, да, это, ну, там, в потребсекторе, да, там, какие-то отдельные, ну, тот же самый, не знаю, там, может быть, какие-то дивидендные истории. Ну, мы, Володь, а в идеях сейчас чуть позже поговорим, Федь, вот такой широкий взгляд на текущую ситуацию. Ну, я бы, честно говоря, не стал пугаться цифр каких-то нехороших по росту, не думаю, что у них есть что-то драматическое. По-моему, первый квартал прошлого года-то был как раз очень сильный на бюджетных тратах, и, может, это вообще просто эффект, эффект базы. Вот, поэтому, да, с другой стороны, действительно, все все прекрасно понимают, и власти понимают это не хуже других. Ну, я думаю, что так. Нет возможности расти быстрее, чем вот эти самые, там, 3-4 процента, потому что, действительно, обсмягчайся монетарную политику, это, как бы, есть реальные вещи, есть номинальные. Кредитно-денежная политика вещь номинальная, а экономический рост вещь реальная. Поэтому не поможет. Смягчение бюджетной политики, ну, наверное, может добавить в моменте какое-то количество, как это было в прошлом году перед выборами, да, но, опять же, это неустойчивая история. Действительно, для того, чтобы расти быстрее, там, или устойчиво расти, там, по 4, там, процента хотя бы, каждый квартал, действительно, нужны структурные реформы. И нельзя сказать, что никто не хочет их делать. В прессу, когда читаешь, каждое министерство только делает, что высказывает какой-нибудь... — Инициативу, да. — Инициативу, и более того, в общем-то, очень многие из них вполне разумно звучат. Нельзя сказать, что это был... — Не популистский, да? — Ну, конечно, всегда есть место популизму, но а где его нет, собственно говоря? Америка, чем не пример, да? А то бы они уже давно провели бы все астерити-мажес, а что-то не получается, да? Или оружие бы отменили, там, из которого там все друг друга в школу стреляют, да? Не отменяют. Вот, везде есть элемент политики, и с этим ничего не сделаешь. Вот, но, видимо, это просто, правда, непростая история их провести. Правда, непростая история, все интересы согласовать, придумать, как правильно поступить. И более того, еще нужно от того, что ты посеял, дождаться плодов. Еще неизвестно, когда они придут. В этом смысле мы просто, правда, вошли в сложный период роста. Нет больше низковисящих фруктов, как принято говорить, да, которые там легко сорвать. Приходится уже лазить высоко, а высоко и сложно, и страшно. Вот, в этом, наверное, и проблема. Да, и падать больно. И падать больно, да. Падать больно, это очень видно. Ну, в любом случае, мы там все о соломке говорим. У нас есть некая соломка, да? Которая сейчас 110, да, за бренд. Ну, бывает. Нет, я думаю, вы правите сами, просто фонды. Ну, на самом деле... Оттуда наполняется-то, по сути. По большому счету, сапфонды, вот, мне всегда дали забавно, да, там, когда было очень большое внимание к ним. По сути дела, всего лишь там закопали деньги в песок. Ну, в случае чего, можно их откопать. Ну, грубо говоря, можно снова напечатать. Мы раньше напечатали, порезали, потом склеили, снова раздали. Ну, по сути, да. Не, ну, подожди, не просто в песок. Знаем, куда закопали-то. Мы же знаем, куда не просто закопали и забыли, например. Ну, это просто хитрости монетарного аккаунта. Да, короче, это да, там, накапывая... Управление резервными фондами, да, там, отпечатание и резание денег отличается только блоговыми проводами. Да, да, в общем, так и есть. С точки зрения страны. Поэтому, собственно, соломки как таковой-то нет, на самом деле. Она лежит только в головах, как раз уха. Да, ну, в данном случае, конечно, не... Ну, это просто некое правило, которому можно прибегнуть, не нарушая правил. То есть просто напечатать деньги не классно, да, все тебе скажут сразу, что ты творишь. Что ты творишь, да. А если ты их раньше порезал, а потом снова склеил, то это вроде как по правилу происходит. Взял якобы, да, из некого стопа. Вот, поэтому, в общем, а то, что касается нефти, ну, да, наверное, 100-110, такой уровень, может быть, наверное, действительно комфортный для, там, и производителей, и потребителей. Ну, опять же, да, при этом экспорт не растет, да, то есть у нас, да, понятно, что, там, торговый баланс, он с большим запасом положительный, да, у нас действительно счет текущих операций будет, там, тоже, в общем, проблем никаких не создаст. Но вот здесь, как бы, такой вопрос, это плюс или минус-то. Потому что, опять же, да, это сказывает на укрепление рубля, в том числе, да, это, собственно говоря, при этом понимаем, да, что, ну, единственный вариант, да, когда эти, там, можно стерилизовать и сверхдоходы, да, этой, или, как делают Норвегии, например, то же самое, это инвестировать их за рубеж, да, их нельзя инвестировать внутри страны, да, получается, то есть вот это не может быть, расцениваться, как такой источник для долгосрочного роста, да, то есть, и, да, понятно, он может, да, кстати, он может, что называется, питать рост, но только за счет, там, питая рост потребления, как это было, там, до седьмого года, не более того. Поэтому, в общем-то, вот здесь такая задача именно поиска внутреннего роста, внутреннего источника роста для России, да, и вот, честно сказать, пока вот... Ну, то есть, грубо говоря, это масло в огоне, а огня-то нет, огня нет. Вот как, не знаю, у меня, к сожалению, сейчас вот нет ответа на этот вопрос. Ну, я и не требую от вас, так сказать, ответов, тем более, что мы вспомнили о том, что даже там не знают ответы, да, наверное, мы-то люди маленькие, тем более его не можем знать. Это ответ очень в чиновничьем духе. Ну, нет, одна, конечно, идея, там, понятно, что такая, может быть, которая, может быть, даже сыграет, там, инфраструктурное строительство, да, но, если честно, мы тут как-то, вот просто ради интереса, да, сколько стоит запуск путника на геосоциальную орбиту и километр с дороги, там, не знаю, ну, в общем-то... Сопоставимые вещи, как показывает практика, да, наша... Ну, ладно, не километр, несколько километров с дороги, да, ну, в общем, как бы вопрос, там, опять же, да, там, издержек и всего остального, там, он тоже, честно говоря... А, кстати, вот, если мы говорим, да, о неких ресурсах, о неких возможностях, точнее, да, расти на внутреннем спросе, на развитии инфраструктуры, вот, мы пример Китая не можем, да, в этой ситуации, ну, как бы Китай рядом поставить, да, там, совсем другая история. Понимаете, Китай вопросом следующий, там, можно расти за счет урбанизации, что, собственно говоря, сознательно делается, да, то есть, сельское население конвертируется, которое, собственно, относительно молодое, там, работоспособное и все остальное, да, там, конвертируется, ну, как это правильно выражаясь, в городское. Да, и вот, собственно, вот сейчас очередная, там, идея, да, там, потратить в течение следующих 10 лет, там, сколько там, 6 с капецгаками триллионов долларов, да, на то, чтобы урбанизировать 7% населения еще. То есть, там, цифры, ну, просто гигантские. С Китаем, там, есть очень много проблем, на самом деле, да, то есть, как бы, в полуплановой экономике те механизмы работают, да, когда можно, там, не обращать внимания на качество этих инвестиций. И, сознательно, полуплановые, да, с одной стороны, она именно та, которая у нас когда-то была. Ну, забавно, как в нормальной экономике, может быть, могут инвестиции составлять половину ВВП. Ну, вот это случай Китая, да, при этом самое любопытное, что, там, они, эта доля, она постоянно растет, и если раньше она приводила к ускорению ВВП, то сейчас уже нет. Вот, поэтому Китаю мне тоже очень много вопросов, на самом деле, ну, я не буду сейчас воздерживать сегодня от этого. Вот, но в случае России, да, то есть, тут еще второй момент, да, окей, да, там. Там, давайте развивать инфраструктуру. Но здесь получается такая, что, с одной стороны, для того, чтобы это дало долгосрочный эффект, это должны быть проекты относительно дешевые, ну, по костам, да, эффективные, кост-эффектив, да, потому что называется. И, вот, честно сказать, как уже с упомянутыми вещами там, и, опять же, да, посмотрев на те дороги, например, которые сейчас построены в Москве, да, как сейчас ездить страшно, хотя зима еще не закончилась. Кошмар, да. Это шутку, извините, я уж повторю ее, да, когда вот началась тут весна легкая, ну, снег начал сходить, и где-то я посчитал, что снег входит вместе с асфальтом. Да, да, так, 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 если чем бросается в глаза. На самом деле, инфраструктура — это хорошая история, все же это понимают, да, проблема дорог всегда в России была. И, в общем-то, даже не столь велика беда, что своруют, пока строят, да, если строят то, что нужно людям. Потому что, на самом деле, я много раз слышал о том, что ни в одной стране никто никогда не добивался, как инвестор в инфраструктуру, положительного возврата, чисто себе в карман на свои инвестиции. То есть всегда считается, что инфраструктура создает столько разных внешних эффектов, что вот все вместе эти внешние эффекты отбивают кост, ну, капекс того, кто это все дело построил, да, и в этом смысле, поскольку тот, кто этот капекс несет, себе в карман не отбивает, принято считать, что государство должно на себя взять строительство инфраструктуры, чтобы создать пользу всем вокруг. Да, при этом самое важное даже не столько, сколько на это тратится. Понятно, что это все безобразие, когда столько воруются, да, и с этим, конечно же, нужно бороться. Нужно, чтобы строили качественно и то, что нужно строить, потому что есть очень много примеров, даже в истории современной России, да, где не так много, объективно говоря, успели построить, да, таких вложений, которые непонятно зачем были сделаны. То есть есть, например, там оптические кабели, лежащие там в известных местах, да, которыми никто не хочет пользоваться, и даже операторы связи не хотят за бесплатно себе забрать, потому что опекс на их обслуживание намного больше, чем выручку, которую с них реально заработать. Поэтому нужно, чтобы эти истории просто строились инфраструктурно с толком и там, где они реально нужны. А для этого нужно как бы мозгами думать, да, а не только распилом бюджета. И вот в этом, наверное, главная проблема. Очевидно, что для этого нужно мозгами думать, но я так понимаю, что главная проблема в том, что люди, которые принимают эти решения, у них, ну, не то чтобы нет мозгов, но они непрофессионально. Они не в ту сторону могут работать, да, вот это вот очень популярная история. Очень много гениев в России, но, к сожалению, гений, он злой, как бы, недобрый. Либо все-таки, да, проблема кадров, вот мы к этому пришли. Ну, это... Их воспитание. Их воспитание, да. Я хочу подчеркнуть, мы сегодня глобальные с вами проблемы решаем. Мы начали, да, с действительности такой, да, макроэкономической. Ну, сейчас, тем не менее, послушаем новости еще раз на Финал МФМ. Итак, друзья, последняя часть программы, отвечаем на вопросы и продолжаем рассуждения. Наверное, сейчас уже есть смысл с небес на землю, нам немножко спуститься, посмотреть, что происходит под ногами. Ну, буквально, в смысле слова, я, единственное, начну с того, что опять проанонсирую. Открылись американцы, они продолжают расти и на открытии прибавляют и Dow Jones, и S&P 500, и по 0,2%, что, в принципе, да, учитывая, что только-только это все дело началось и неплохо. Все остальное выглядит, ну, более как укрепление доллара США. Рубль продолжает падение, опять он в районе 30-70, хотя сегодня торговался ниже. Золото падает, падает евро-доллар, и индекс российских, РТС в частности, тоже, тоже несколько снижается, по крайней мере, с тех уровней, о которых мы говорили в начале программы. РТС сейчас всего 3%, если говорить о вчерашнем закрытии, ММВ всего 4%, а мы начинали с 8 или с 7, да. Вот такова, собственно, ситуация. Ну, давайте, Володь, поконкретнее тогда мы поговорим о рынке российском. Я понимаю, что, да, этот вопрос теперь, в последнее время, он не то чтобы в тупик, да, загоняет, так сказать, собеседника, но так, какой-то легкий ступор, легкий ступор. Не, на самом деле, рынок, конечно, сложный, да, но, как бы, те, кто умеет на нем работать, на нем зарабатывать тоже, в общем-то, могут. Вот, собственно говоря, понятно, что, если, опять же, смотреть на то, что, там, последние несколько дней, да, там, в общем-то, что у нас там хорошо росло? Ну, то, что подубили до этого, да, то есть такой, в общем, ну, опять же, да, на каких-то вот и краткосрочных идеях, на каких-то идеях связанных, там, может быть, с дивидендами, да, там, может быть, с какими-то отдельными растущими именами, там, в потребсекторе, может быть, даже в банках, да, там, в принципе, на это можно делать ставки, да, ну, опять же, единственное, что, вот, что мы точно, там, не рекомендуем сейчас, да, это делать индексные ставки, потому что, вот эти вот, то, что называется, Газпром, да, вот, вот, его влияние, и плюс, опять же, некоторые других, как раз, то, что называется, крупных компаний, в общем, несколько, в общем, такое, пессимистичное, у меня есть достаточно отношение сейчас к ним, поэтому я бы вот сейчас просто брать индексы, там, не знаю, фьючерс, его там держать долго, наверное, нет. Локально сейчас, мне кажется, такой тоже момент хороший для отскока, да, наверное, может быть, сейчас действительно порастем какое-то время, может быть, даже достаточно длительное время, вот, но, опять же, все равно, вот, как показал там наш опыт, да, то, в общем, стокпикинг, он, все-таки, даже на таком рынке себя более чем оправдывает. Я понял. Ну, по фамилиям никого не назовешь? Ну, просто, понимаете, я говорю, не хочу сейчас давать там отдельные имена, да, но, в целом, вообще, общая рекомендуется такая, на длинную срок, на длинный срок какие-то дивидендные истории, да, если сейчас короткий срок инвестируют, наверное, имеет смысл каких-то металлогов прикупить, и что-нибудь такое с хайбета, да. Именно потому, что они вот сейчас лежат. Ну, сейчас, да, вот на отскок, что называется, попытаться сыграть. Федя, скажешь что-то о рынке российском-то? Или ты так ушел уже от этого в сторону? Скажу, что согласен абсолютно, что невозможно быть, если хочешь что-то на этом заработать, а не просто исполнить процедуру, да, у меня должно быть 10% акций в портфиле. И пусть лежат. То, конечно, нужно выбирать имена. Не работает индекс на истории, к сожалению, но, правда, и с выбором имен тоже заметно. Заметьте, что сократилось даже количество, вот, на мой взгляд, сократилось количество эквотересерча. И стало меньше, меньше людей занимаются, меньше пишут, и рынок все больше реально сваливается в историю. Я вот это имя чуть-чуть против индекса перевешу, оно вырастет и сильнее рынка. Ну, отлично, значит, я был молодцом, да. Поэтому, ну, в общем, наверное, тем, кому можно, наверное, имеет смысл какие-то пары делать. То есть одно против другого, других выходов вот в этом рынке. Потому что, честно говоря, я чаще всего, когда начинаю ходить вот за пределы какого-то понятного мне поля, там, из голубых фишек, да, я потыкаюсь кучу уже каких-то, вроде мне лет-то немного, да, но я уже столько успел на этом рынке покрутиться, что у меня какие-то даже принципы выработались, что вот это имя я не пойду ни при каких раскладах, потому что просто я считаю, там, их козлами, да. И ты только сделал шаг и натыкаешь на свои же собственные принципы, как бы, и понимаешь, что остается тебе только одна твоя любимая акция против другой твоей любимой акции лонг-шорт. Вот, других историй не видно. Я понял. Хорошо. Ну, ладно, тогда не буду я вас мучить, да, вопросами, на которые действительно практически сейчас ответ невозможно дать. Давайте о валютах поговорим, о рубле любимом отечественном. Ну, и я вот картинку озвучу, если не возражаете. Значит, мы, в принципе, можно говорить, да, и в средние сроки, что уровень 1, 1, говорю, доллар-рубль мы сейчас обсуждаем, уровень 30 рублей за доллар, вот он оказался такой среднесрочной поддержкой, отскочила оттуда пара, сейчас, повторю, торгуются в районе 30-70, смотрю я дневной график, там, линии нисходящего тренда, она сломлена, и более того, сегодня она, это опять если по техническому анализе, да, там, песню петь, она сегодня оттестирована, то есть все так достаточно грамотно, да, вот уровень 30-70 сейчас является первым целевым, а потом кто-то смотрит там в район 31 с небольшим 31.10. То есть речь идет о чем? Мы наблюдали как минимум вторую половину прошлого года, и начало это укрепление рубля, для этого были основания, предпосылки и все, что хотите. Оснований для укрепления рубля не стало намного меньше, на мой взгляд, а он, тем не менее, падает. И может ли он продолжить это падение, и с чем все-таки это связано, Володь? Ну, смотрите, по поводу рубля, вопрос, к чему его смотреть? К доллару. К доллару. К корзине ты, да, предпочитаешь? Да, я предпочитаю все-таки, ну, начиная с корзины, да. Ну, давай с корзины начнем. Понятно, что к корзине он стабилен. Я понял, почему ты так решил поставить. А то укрепление, а то ослабление к доллару, которое мы видим, да, ну, посмотрите, пару евро-долларов. Ну, понятно. То есть евро откатился и укрепился рубль, если доллар, понятно, что рубль пошел за ним, да. То есть, извини, я подчеркну, да, вот это вот движение, когда мы видим, да, рост пары доллар-рубль, это не ослабление рубля в большей степени, а в большей степени укрепление доллара, который глобально сейчас растет и, соответственно, рубль... Ну, как глобально, по крайней мере, к евро. Ну, я тебе скажу, и к фунту он растет, да, и к иене он растет. Фунт это вообще сейчас отдельная история. Окей, ладно, растет, согласились. Но здесь есть еще несколько моментов, да, то есть я имею в виду, пока вот ту динамику, которая идет, это исключительно укрепление доллара. Есть несколько моментов, которые вот в марте, да, мне кажется, могут сыграть еще. Первое, это все-таки такой Ну, опять же, если верить данным, у нас там Пик погашений по внешним долгам Корпорации, банки, причем там То есть, грубо, как корпоративным, так и Частным Ну, это опять же, не только там погашение То есть, имеется проценты плюс основная сумма У нас там, по-моему, Четверо 20 миллиардов на март приходится Потому что обычно, там, в соседний месяц Там где-то 6-7 Ну, так просто такой скачок Ну, понятно, что-то там рефинансировали, что-то там Пролонгировали, да, там, окей Но все равно какое-то давление может возникнуть То есть, риск есть Второй момент, это чисто макроэкономическая Такая сезонность импорта, да, который, в общем В начале года у нас импорт всегда проваливается Это такая стандартная вещь, да, которую, в общем, всегда Учитывать нужно Тем не менее, на рубль, естественно, валюта Скажется позитивно Но этот фактор, он тоже начнет скоро прекратить свое действие Окончательно И третий момент, это все-таки весна Любимая нами Коррекция там А с этим моментом, что? Ну, сегодня Она не успела начаться Социальная система продолжается Нет, я думаю, что все-таки, да, то есть, такое общее Ну, опять же, тоже говорит, там, по поводу российского рынка Да, и у славы Да, понятно, что мы сейчас, наверное, можем вырасти Но есть у меня такое ощущение, что все-таки, вот Если мы действительно увидим какое-то изменение настроения на рынках, да И, в принципе, коррекция тоже давно напрашивается Там, на том же, там, СНП Да, вот, если будет некоторая, ну, даже техническая вещь, да, то, в общем-то, рубль тоже это на себе почувствует Поэтому, конечно, в марте я все-таки жду, что рубль, ну, как-то у него шансов на укрепление очень мало На мой взгляд Поскольку у него мало шансов на укрепление, значит, он может продолжить ослабление Да, то есть, я бы, вот, находился бы в евро-долларе В паре Вот В евро-долларе, подожди, в евро-долларе, и что бы ты с ней сделал? Ну, 50 на 50, в целом А, я не могу Я не готов сейчас делать выбор между евро и долларом, да Ну, вот, если бы... Это с точки зрения сохранения, я просто, может, и откупил евро-доллар, например, где-то на Форексе и находился в нем Я, честно скажу, вот, по рублю не... Как меня угодно убеждать, но не вижу, я рубль крепче, чем 30 рублей за доллар Даже вот не беря в разговор корзину, там, евро против доллара, правда, не понимаю, как может быть рубль крепче, чем тридцатка Ну, поэтому логично было, ладно, в прошлом году, брат, ну, я знаю, что бывает Ну, в прошлом году чуть-чуть Было и 6, и 7, когда точно давно... Ну, правда, я не понимаю, честно С точки зрения, я даже, даже несмотря на это, там, Потоково, да, то есть, когда там импорт больше, чем Экспорт, когда, вернее, больше за импортных заказов по году, когда меньше, когда там погашение долго, не погашение долго Просто вот по сути, по макроэкономике, я этого не могу понять У нас инфляция все равно быстрее, чем в США и в Европе У нас очень быстро растет импорт Как в этом раскладе, вот, чисто логически, может рубль устойчиво укрепляться, да Конечно, могут быть, там, какие-то шоки, там, вот, опять же, экспорт импорта по нефти Шок, может быть, или какие-то неровности в погашении их долгов Понятно, что эти потоки будут оказывать влияние на курс И, наверное, будут загонять его периодически ниже 30 Но почему он должен двинуться устойчиво ниже 30, я не понимаю Я понял Нет, ну, вообще, если посмотреть, там, то, что ты упомянул, там, паритет покупательной способности И паритет, там, как-то, процентных ставок, да В общем, я как-то на это смотрел Ну, единственный раз, когда это выполнено, это тогда Девал был в 9-м году В 8-9-й год Собственно, все А в весь остальной период за последние, там, 10 лет Ни в 1-м году эти факторы не сработали в том направлении, в котором должны были Ну, или в том, даже хотя бы в том объеме, в котором Но интересно, что они работают, если совсем долго посмотреть, да Вот на интервале последних, там, 15 лет Инфляция в России была гораздо быстрее, чем во всем остальном мире И в торговых партнерах, да На этом интервале рубль Кстати, если посмотреть на девальвацию рубля Ну, точнее, как-то с 6 рублей до 30 рублей, да, 5 раз И на изменение цен за тот же самый период По-моему, цены изменились сразу в 10 Если не ошибаюсь Ну, выросли, естественно, да, изменились Демократично Да, то есть, как бы, тоже уже, в общем, не работает То есть, рубль, на самом деле, исходить из таких долгосрочных Сейчас мега переоцененная варь Должна быть Она должна, да Ну, вот Не всегда это работает Логично Здесь очень часто мы, ну, может быть, на первый взгляд парадоксально А с другой стороны вполне очевидны, да, вот эти вот перекосы Наблюдаем Да, все очень просто нефть Срочные, да, краткосрочные периоды и долгосрочные периоды Посмотрели с высоты птичьего полета, условно говоря, да И, оказывается, все инормально И не надо дергаться на то, что происходит внутри дня Ладно, друзья мои, я благодарю вас Очень интересный разговор сегодня у нас получился Напомню, в гостях были сегодня Владимир Брагин Директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики Управляющий компанией Альфа Капитал И Федор Наумов, управляющий партнер ПФЛ Адвайзерс Огромное спасибо вам за внимание, уважаемые слушатели Всего хорошего Увидимся мы завтра Успехов на рынке До свидания Субтитры сделал DimaTorzok